Всем привет! С вами снова интернет-магазин Antelife.com.ua Сегодня хочу поговорить о двух наиболее таких конкурентах в размере 6,5 дюймов. Это смартфон Fablet UMI Cross C1 и Teche W300. Есть в данном размере еще модели. Модель i-New i6000 и Ulefone U650. Их не рассматриваю в данном тесте. Во-первых, потому что сейчас их нет в наличии. А во-вторых, потому что считаю, что бренд Teche W300 и бренд UMI будут по надежности, по качеству выше, чем i-New и Ulefone. Итак, первое с чего хочу начать. Это внешний вид, это размеры, это толщина. Значит, толщина UMI составляет 9 мм. Толщина W300 составляет чуть более 10 мм. Там что-то вроде бы 10,3 мм. По корпусу, в принципе, тут нареканий нет. Немножко больше у нас смартфон Teche W300. Вот чуть-чуть. Немножко он толще, немножко больше. В принципе, экран Gorilla Glass и тут, и тут. То есть, тут нареканий никаких нет. Во внешнем виде еще отличаются модели. То, что тут сенсорные кнопки. Здесь есть кнопка механическая у Teche W300. Кому нравится так, кому так. Думайте, выбирайте. Задняя крышка у UMI такая вот стильная, прикольная. У W300 она тоже с вот таким вот интересным узором. То есть, она тоже, не могу сказать, что она простая. Идем дальше. По характеристикам это две однозначных модели. Это максимальные характеристики для процессора, для этой платформы, для этих моделей. Значит, набирает вот, вы все сами видите. Это не означает, что эта модель будет лучше справляться. Но Antutu это довольно-таки синтетический тест. И особо судить по нему нельзя. Значит, по основным характеристикам это все один в один. Одинаковые камеры 12,6 Мп, одинаковые экраны. Размер 6,5 Мп, разрешение Full HD. Графический ускоритель, объем встроенной памяти, объем оперативной памяти. Все это одинаково. Процессор турбированный с частотой 1,5 ГГц. Значит, по наличию датчиков. Здесь тоже, в принципе, все более-менее одинаково. Единственное, что у модели у Micros есть датчики, есть гироскоп. И вот эти все связанные с ним датчики сейчас вам в Z-Device Test этот момент покажу. То есть, все есть у W300, все отлично, все хорошо. Но вот снизу вот этих вот датчиков гироскопа, гравитации и тому подобного здесь этого нет. Если говорить о качестве экрана в этих смартфонах, то тут тоже все на высоте. Во-первых, по качеству цветопередачи смартфоны отличные, углы обзора максимальные. Каких-то там засветов, битых пикселей в этих моделях тоже вы не увидите. Здесь очень дорогая матрица. И все выполнено шикарно. Если посмотреть на картинки. Давайте тут включим картинки. Я не могу решить для себя, какой экран мне нравится больше. Потому что, ну, тут эти экраны полностью идентичны. Абсолютно. Разницы по экранам я, честно скажу, я не вижу. Углы обзора. Углы обзора тоже шикарные. И в той, и в той модели никаких нареканий, никаких там изменений цвета. Ничего вы здесь этого не увидите. Тут все супер. По экранам не могу определить модель та, которая победит. Очень важным параметром, я считаю, для таких больших смартфонов является аккумулятор. Значит, емкость аккумулятора в UMI 4 180 мАч. Емкость аккумулятора у W300 3 300. То есть, казалось бы, UMI должен значительно дольше работать. И это один из таких основных плюсов данной модели. Но что мы видим по факту? Я не делал, увы, у меня не было слишком много времени. Я делал полноценный тест на UMI. Можно будет посмотреть на нашем YouTube-канале. И я прогнал вот эту модель физическим тестом. Я включил фильм с максимальной яркостью на максимальном изображении в программе. В одинаковый фильм. И вот, смотрите внимательно. 4 часа 10 минут со 100 до 15. И 4 часа 15 минут со 100 до 15. При этом, чтобы правду показать, действительно, 59% занятости по телефону полностью идентичны. Именно поэтому я могу сделать вывод, что не нужно всегда верить цифрам. И если вы выбираете вот такой вот себе большой смартфон, то пусть вот та цифра 4 180, пусть она не играет существенной роли для вашего выбора, какой брать смартфон UMI, за то, что у него вот он такой вот с аккумулятором с таким. Или THL. То есть, в принципе, аккумулятор получается по факту может быть даже лучше у W300. Камеры. Камеры в данных моделях тоже идентичны. Здесь я особо рассказывать ничего не буду. В настройках доступны. В настройках доступны 13 мегапикселей тут и 13 мегапикселей здесь. 12,6. Тут тоже 12. Видео снимается в формате Full HD. Фронтальная камера также хороша у этих моделей. И в этой модели, и в этой модели. Есть моменты с автофокусом. То есть, фронтальная камера фокусируется. То есть, камеры в этих смартфонах одни из лучших. Я отдельно сделаю видео сравнение камер и выложу. Обязательно посмотрите. По поводу прошивок. Не могу сказать, что заводская прошивка и в этой, и в этой модели идеальная. Я наблюдал баги и в этом смартфоне, и в этом. В этом смартфоне баги у меня были связаны с камерой. Сейчас покажу вам. Ну, собственно, вот вы все и сами видите. Иногда, не знаю от чего это зависит, вот на этих моделях камера может себя так вести. Что нужно сделать, чтобы нормально начало снимать? Либо перезапустить смартфон, чтобы не было вот этого зеленого, либо сделать сброс на заводские. Возможно, нужно обновление прошивки. При этом буквально 30 минут назад, когда я подготавливался к этому видео, я тестировал и проверял эту фронтальную камеру, что там действительно тоже есть автофокус. По поводу этой модели. Во-первых, то же самое. Тоже бывают проблемы с камерой. Но это не железная проблема. Это проблема только в софте. Бывают также моменты, когда работаешь, работаешь, работаешь со смартфоном. Он как зависает, проходит там каких-то 5 секунд, блокируешь его, разблокируешь, и только тогда он продолжает работать. То есть, заводская прошивка пока не тут, не тут. Они не идеальные. Можно смело менять, когда покупаете, смотреть на форумах, прошиваться какими-то официальными прошивками новыми. GPS работает и здесь, и здесь. Работает отлично. Это важно для этих фаблетов. В принципе, на этом все. Вот на основании всего того, что я вам рассказал, я, наверное, склонюсь к тому выводу, что выбор этих смартфонов должен быть основан только на основании их дизайна и внешнего вида. Еще плюс, скажу, комплектация. И у этой модели, и у этой модели комплектация идентична. Комплектация без второго аккумулятора, без чехла книжки. Именно такими мы получаем THL W300, хоть для него это и для этого бренда это в диковинку. Уми всегда с таким комплектом идет. Тут есть только наушники. То есть, это такой незначительный плюс. Поэтому, какая модель нравится внешне, кому нравятся вот такие формы более квадратные, прямоугольные, или вот скошенные такие, берите тот или тот. По толщине Уми выигрывает THL и чуть-чуть больше, и чуть-чуть толще. По всем остальным параметрам это две аналогичных модели с классной камерой, с классным GPS-ом, с великолепным экраном, с немножко багнутой прошивкой. Но прошивка это такое дело поправимое. Поэтому, спасибо за внимание, ставьте лайки, кому нравится, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт antelife.com.ua, покупайте у нас телефоны. Спасибо, всего доброго!